Минск. Город-герой. Столица Белоруссии. Население 3 миллиона человек. Самый известный минчанин на Западе Александр Лукашенко. Александр Рыбак. Еще полгода назад с этим норвежцем даже на улицах маленького Осла, где все-всех знают, здоровались разве что собственные родители да друзья-музыканты. В таком вот маленьком помещении мы занимаемся. Больше нам... Да? Ну да, вообще-то да, больше нам не нужно. То, что домашний мальчик, которому едва исполнилось 23, заставит ликовать многомиллионную Европу, еще за месяц до финала Евровидения никто и поверить не мог. Он и сам не надеялся, что эта песня-сказка станет былью. Сидя на пирсе уже ставшей родной норвежской столицы, в начале весны этого года Саша лишь со светлой тоской смотрел на восток. Ну что, спец, о чем потасковать? Думы потаянные, а да бестолоковая любовь, головка да забубенная. Это белорусская между прочим. Тогда Александру и его родителям казалось, что путь в родную Белоруссию им давно заказан. Ведь с родины 17 лет назад они буквально бежали. И даже сейчас теоретически могли бы оказаться на нарах. Меня тянет, конечно, в белорусские деревни особенно, и там, где родился, в Витебске. Мало кто знает, но именно победа в Москве рыбака-младшего позволила Минску забыть обиду на его отца-рыбака-старшего. Да причем так, что в страну своего детства Саша вернулся даже не на голубом вертолете-волшебника, а на личном самолете Лукашенко. О! Вау! Я сейчас только думаю о том, что я опять на родине моей. И это в 10 раз важнее, чем быть звездой. Правда, на родине рыбака все же взяли под стражу. Ведь без ВИП-охраны ему теперь сложно показаться на любой улице любого города. Ну и красивый же город у вас, а, Дима? Ну просто невероятно здесь. Белорусские поклонницы удивлялись, почему он все время говорит «у вас», словно чужой. Где же все его родное? В центре Минска Саша рыбака сразу после победы вспомнил буквально каждый дом. Но сам он старых знакомых, как ни старался, признать так и не смог. Нравится вам город? Я почти забыл, как он красивый. А это вот квартира, да? Да, это наша старая квартира, где мы жили в одной комнате. Зато мама помнит, когда-то рыбаки жили вдали от моря, в крошечной минской коммуналке. Вот Саша у дома катается на велосипеде Левушка, мечте каждого советского ребенка. А вот он за рулем их первой машины, 412-го москвича. Гордости советского автопрома. Этот дом в самом центре Минска, на улице Козлова, 9. Здесь родился Саша Рыбак. Ольге, друг у семьи Рыбаков, 92-й, год их отъезда окажется теперь таким же далеким, как когда-то высоким казался этот старый сталинский дом. Высоко было тяжело тащить на руках маленьких детей эти коляски с собой. Ну, по-моему, это где-то этаж 4-й. Теперь в бывшей рыбацкой коммуналке живут их дальние родственники. Рыбаки жили не в этой квартире случайно, в этой, да? Да, здесь Саша жил. Я Ольга, подруга Наташа, рыбака. А я жена племянника. Оказывается, свой побег из советского социализма в социализм настоящий, то есть в Скандинавию, родители рыбака планировали как спецоперацию. Уехать насовсем, да еще просто так, им бы тогда никто не разрешил. Первым уехал отец, а уже потом Наташа. Под прикрытием затянувшихся гастролей папа-музыкант в первый раз смог вызвать к себе семью. Но осмотревшись, понял, остаться сразу всем опасно. Когда я уехал? Когда мне было, ну, 5-6 лет, потом я опять сюда на год приехал. Советский Союз же тогда был. И они как-то не знали приезжать там. Мы боялись. Или они боялись. Я никогда не боялся, но они боялись. Вдруг нам не разрешат опять в Норвегию. Наши детки общались маленькими. Я вам покажу. У нас есть фотография, когда Саша уезжал. Вот какие они были. Вот Саше 6 лет. Это март 92-го. Юрочке 7 лет. Саше, ее сын, почти ровесник. Сама Ольга, так же, как и мама рыбака, закончила консерваторию. Семьи подруг похожи, как две елки Беловежской пущи. Только вот их мужья после Беловежских соглашений и распада Союза выбрали разные дороги. Я уже не профессиональный музыкант. Я уже песнисвэр. Сын Юра, несмотря на все маминные старания, на Сашу рыбака совсем не похож. Первую половину жизни они все сравнивали, все пытались меня к музыке больше приучить, чтобы я что-то играл, делал. Но это не мое. Громкое норвежское счастье рыбаков, конечно же, не ее минское и тихое. Но ведь далеко не все, рискнув необходимым здесь, становятся успешными там. Очень-очень рад. Наконец-то вам дать здесь концерт в Минске. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Это сейчас в пригороде Осло у них свой дом. А в 90-х беглецов из Союза в Норвегии с распростертыми объятиями никто не ждал. Чтобы заработать на хлеб и себе, и маме, Саша с папой во время школьных каникул превращались в уличных музыкантов. И легче, конечно, когда ребенок играет на улице, потому что тогда всегда дают. Даже если я бы ужасно выиграл, фальшиво, все так все равно, ой, он такой маленький. Мы ездили по Норвегии, по Швеции, по Дании чуть-чуть тоже. И в разных городах такие концерты давали и нам бросали в чехол. Теперь он хоть и учится водить вертолет, но на улице, что кормили всю их семью 10 лет назад, все равно не смотрит свысока. Честное слово, я хочу сидеть впереди. Александр Рыбак, победитель норвежского конкурса и провидения, сейчас там проводит экскурсию с воздуха. Здесь Осло. Вот здесь, где живут. У нас есть русская балалайка. В принципе, он может играть на всем, с чем угодно. Здесь целая полка с такими русскими фильмами. Высоцкий там где-то есть. Харус. А как же? Это наша первая, наверное, встреча со Скандинавией была. Отец-крипач и мать-пианистка за успех сына, хотя и радуются, но до сих пор считают, поп-музыка их сына все же сбивает с толку. Мы были скептически настроены. В самом начале папа вот думал, что он будет большим скрипачом. Добрый вечер вам, Беларуси. Последний раз, когда я здесь был, мне вообще было пять лет. Его первая учительница музыки сегодня на концерте в Минске впервые видит его на сцене. Пока ее ученик купается в лучах славы, а зал взрывается аплодисментами, сама она гадает, удастся ли ей прорваться за кулисы. А даже если удастся, узнает ли ее Саша. Ведь, говорят, он даже мимо родного дома проехал, не обернувшись. Сашенька, здравствуйте. Здравствуйте, Лен. Здравствуйте. Очень приятно. Очень давно не виделись. Был вот такой маленький мальчик. Когда было Евровидение, все говорили, что, о, Наташа Гурина, это ее сын. Все, мы голосуем, это наш. Оказалось, он не такой уж и забывчивый и даже помнит, что в Витебске у него есть бабушка. На концерты ей ходить сложно, поэтому Сашу она ждет дома. Уже 15 лет. В городском саду играет духовой аркет. Это я? Да. На скамейке где сидишь ты, нет свободных мест. Прекрасно. Он музыкант с рождения, в этом все дело. Он воспитан на классике. И может, вот это сочетание классики вместе с эстрадой, это дает какой-то немножко другой эффект. Этот привет из Витебска самому Саше теперь кажется таким же нереальным, как еще полгода назад казалась победа на отборочном конкурсе Евровидения. Они даже не хотели меня слушать, потому что им совсем не важно я был. Даже когда ведущий им сказал, что я думаю, что он выиграет, они сказали, что нет. Многие здесь говорили, что русский в Норвегии выиграть просто не может. А я в него верил с самого начала. Хотя с Рыбаком у меня было много проблем. Дело в том, что Саша профессиональный музыкант. Он привык играть и двухчасовые концерты. И ему сложно отработать номер, который длится всего три минуты. Но он сделал это. В Минске после концерта он наконец-то почувствовал себя родным. Но с родней встретиться все равно не смог. В графике Рыбака сегодня нет места на личную жизнь.